здравствуйте уважаемые друзья с вами алексей белый команда белых и сегодня у меня очень необычный выпуск моего блога я сегодня приехал в город краснодар на своем автомобиле автосал уаз где проходит презентация обновленного патриота с автоматом меня пригласили на это мероприятие и мне стало интересно кто следил за мной тот знает о том что я на этом уазе проехал много километров в рамках музыкальной деятельности в рамках своей деятельности этот уазик возит печи этот уазик возит группу это вазик возит аппаратуру и в целом у меня достаточно неплохие неплохое мнение по поводу автомобиля с учетом всех нюансов и деталей которых я готов рассказать если вам будет интересно на сегодня я хотел бы посмотреть своими глазами воочию презентацию обновленного уаза на автомате то есть это интересно это правильно с учетом того что я езжу много очень много и наверное наверное я подумаю по поводу того чтобы принять решение об обновлении автомобиля но это все после того как я смогу сам поездить посмотреть и выскажу вам свои так сказать свое мнение плюс мы снимем само мероприятие и возьмем интервью очень интересного человека но пока я не буду забегать вперед наверное давайте вводную часть закончим и пойдем двигаться дальше делимся мнением по поводу того же вот сегодня ребята уже сели в машину в обновленный патриот могу сравнить я никогда не ездил на заднем сиденье то есть я всегда ездил водителем всегда на первом и могу ответственно сказать что вот сзади здесь намного больше места и вот вполне возможно что как раз вот смены автомобиля я все-таки приму решение на этот автомобиль потому что здесь намного больше места комфортнее и сейчас дождусь своей очереди порулить порулить на автомате с автоматами у меня история достаточно большая то есть первый мой автомобиль на автомате это был mitsubishi dion в 2007 году если не ошибаюсь и с тех пор я отъездил где-то около четырех не было автомобилей на автомате единственное на на ручке как говорится этого естественная машина как раз пикап патриот и когда-то еще жигули четвертой модели поэтому как говорится очень очень интересно сейчас почувствовать потому что я достаточно легко ну как говорится имея опыт началось давайте наверно сейчас подождемся на ее очереди и с ним поговорим уже непосредственно за рулем ну вот сели за руль привычно на самом деле в том-то и дело что на автомате я проехал гораздо больше чем на механике на механике последние два года только с как раз патриотом езжу и поэтому автомат привычный вот комфортно кто-то говорил что руку там надо тянуть ну не знаю я руку не тяну видимо рука у меня длиннее чем у всех остальных просто уже имею отзывы и за виктором слежу по поводу того как как проходит тест-драйв по стране по нашей необъятной родине конечно я так понимаю что всю полноту автомата может будет понятен когда уже будешь ездить там долго долго-долго-долго берет машина неплохо это еще я так понимаю что автомат как говорили он с обучающейся до обучающейся сейчас вы его отключили отключили а будет адаптивная адаптивная коробочка да ну ребят чем можно сказать можно сказать конечно автомат сильно облегчить жизнь такой большой машине в большом городе это это правда это первое что надо иметь ввиду когда садишься за автомат потому что большой город и механика и ручка это бесконечное дергание туда-сюда это вот первое что нужно впечатление по поводу расхода ну я думаю что это тоже только эксплуатация покажет реальности хотя мне нет причины не верить господам из делерских центров но посмотрим вот стало тише это первое что могу отметить механика шумнее автомат тише работает и это прям чувствуется вот мы налево да вот это прям чувствуется вот по приеме здесь наверняка мне потом спросят ну как как она как она ну то есть пока непонятно хотя вот чувствуется что раз он переключает плавненько нет таких так толчков или дергание значит коробка в целом ощущает себя хорошо мы здесь разворачиваемся правильно вот очень важным моментом это было именно разворот то есть я скажу что это первое наверное меня тоже у вас зовут поддержит что на старых вазах развернуться тяжело то есть большую большую угол сейчас здесь мы вот проверим вот мы встали дорогу довольно-таки узкая мы развернемся да ну давайте да мы развернулись это кстати очень приятный момент впечатление пока позитивно прям реально позитивные то есть это чувствуется что у вас вас давно не хватало автомата это уже не только мой глаз на глаз всех пользователей ваза потому что мы некоторые конечно говорят автомат это не true это не не бездорожье дам дам и так далее я считаю что на самом деле у таких пользователей как я полный привод нужен для того чтобы он тещу вывести на дачу и оттуда благополучно уйти на трассу и уехать домой то есть поэтому лично для меня автомат очень-очень нужен то есть и я прям на пикапы тоже автомат будет ставить не да ну тогда значит выбор сам собой падает значит я буду обновлять на патриот чушь чушь уж поделать но это вопрос временный или это вопрос нерешенный как они решены мне кажется что это не дорого пикап достаточно как бы все-таки ваши конкуренты предлагают пикапы с автомата и было бы разумно и правильно все-таки установить как вы считаете я считаю что конечно надо это вопрос времени продажи намного во многом зависит от того как работаете вы дилеры я в я вам могу сказать ответственно то если там вред в регионах очень много все-таки нюансов которые связаны с работой дилер это не то что я хочу вам камень в огород закинуть его вполне честно и откровенно говорю что мы люди-пользователи скажем уазами но отчасти где-то где-то больше где-то меньше но у нас накопилось довольно много вопросов вам надеюсь что с изменением и вы измените на счете меняться в лучшую сторону то есть сейчас остановимся и возьмем интервью виктора потому что виктор у нас отчасти именно благодаря ему вот и я и многие другие мы приехали сегодня на друзья я обещал о том что возьму интервью очень клевого но в то же время очень занятого человека виктора берченко виктор спасибо тебе что ты делаешь очень важную работу на самом деле я скажу что ты причина покупки уаза мной 17 я по всей россии чувствую знаешь есть две категории первая которая искренне благодарит тарага это вот это он это он сволочь из-за которого я купила потом продал есть всегда и те кто любят и те кто ненавидит в моем случае я тебе скажу что у меня позитивно намного больше и я тебе благодарен искренне потому что благодаря тебе я изучил эту тематику и перестал бояться этим я думаю что тебе даже прям хэштег перестать бояться илья или кто-то но в принципе да у вас от такой автомобиль который снаружи такой большой брутально огромный непонятно когда начинаешь на нем ездить искренне вдохновляешься и мы все уже остановиться не можешь страна наша огромная давить вот и вот и нет и дорог не нет вот и как после того что ты уже сколько проехал ты километров семь с половиной тысяч примерно семь с половиной тысяч ну практически всю европу вот так вот по кругу только маленькую часть россии пока я бы хотел во владивосток поехать но вот у нас маршрут южный к сожалению вот а так я до владика бы с удовольствием поехал и на камчатку бы еще переправился и там на вулканы вот это было бы конечно вас ведь очень важный вопрос который касается меня вот какие изменения понятно что я вот сейчас мои впечатления вот или ребятка только что вышел да я хотел бы сказать мне очень понравился автомат хотя на самом деле здесь был очень маленький кусок я хотел бы его на трассе почувствовать как он дает на трассе я думаю что я запишусь приеду да и на бездорожье на все остальное вот мое впечатление машина стала тише намного ты на какой ты с чем со своим со своим прика семнадцатого года еще 18 когда за mz pro поставили вот они шумку переделывали то есть принципе я не знаю насколько они еще с автоматом и и доделывали может быть ну вот но в целом машина достаточно тихо я даже сравнивая с какими-то конкурентами вот ну и подороже нельзя сказать что у вас там чем-то проигрывает да то есть по комфорту по всему у меня нет вопросов и самое главное самое главное разворот маленький ведь я я реально вот и мои вопиющего глаз вопиющего пустыни мне очень тяжело разворачиваться учитывая мой уазик с 33 колесами которые реально уже сдвинутым мостом вперед он очень своеобразно разворачивается он хорошо едет по прямой с турбины ну вот но повороты это уже не его сильная сторона и я сейчас на этом юрком езжу я просто офигеваю то есть вот там где он спокойно разворачиваться мой уедет не я могу принципе спуститься в кювет и выехать да но конечно радиус разворота это класс вот так совокупность их впечатлений и все-таки мне очень важный вопрос я понимаю что его долго тебя отвлекать не буду очень очень важным вопросом все таки является что поменяется в работе у меня у меня и многие такие какие есть прежде всего вопросы к работе дилеров то есть мы мы понимаем что основная проблема тех нареканий связанных с машиной это прежде всего работа вот их здесь непосредственно которые находятся на местах ты знаешь бы я здесь сторонник такого подхода что либо человек в целом как бы проактивную позицию по жизни проявляет либо как бы вот ему вот будут он будет попадать какие-то такие ситуации которые будут не нравится и он ничего с ними не будет делать это будет накапливаться и все будет хуже хуже а если говорить про лазовских дилеров скажем так хороших дилеров достаточно так можно пересчитать средних дилеров достаточно много то есть раз на раз попадешься есть плохие и вот там где люди даже по городам из моей там где люди самоорганизуются скажем так и скажем общаются с дилером не только на языке там вот поменяйте мне по гарантии там не знаю там не знаю кардан карданов нет будет через шесть месяцев да вот хорошо подожду 6 месяцев вот чем меньше будет таких людей чем больше будет людей которые будут просто досудебную претензию предъявлять под роспись, тем лучше у нас будет дилерская сеть, вот УАЗовская, и нам всем УАЗоводам будет лучше от этого. Потому что каждый раз дилер, который будет, не знаю, бракоделить или, не знаю, делать неправильно, он каждый раз будет думать, а придет ли этот человек ко мне с претензией в суд, а будет ли он сейчас меня дожимать до конца, буду ли я из своего кармана компенсировать то, что я набракоделил. И вот чем больше таких активных УАЗоводов будет, которые не будут бояться довести до крайности, это занимает время, то есть я вот с людьми общаюсь, они говорят, ну вот, блин, у меня работа, да, ну вот один день потратить, там, дожать, довести до конца, письмом заказным отправить претензию, там, потратить тысячу рублей на консультацию юриста, вот, и потом у этого, как минимум у этого УАЗовода уже с этим дилером проблем не будет. А если таких будет появляться больше, 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 то мы дилерскую сеть как бы сделаем идеальной, мне кажется, вот как у УАЗовода, как такая самоорганизация, потому что, ну, можно обязательно писать там и на горячую линию, и звонить, они тоже там у вас со своей стороны что-то будет по шапке именно давать, но я считаю так, что, как бы, тут нужно комплексно и людям, как бы, и владельцам начать проявлять свою позицию активную, вот, и, как бы, и УАЗов досаждать, и дилерам досаждать, тогда, я думаю, у нас все станет повеселее. Ну, вот, как раз, наверное, очень важным вопросом, может быть, мы сделаем какое-то, наверное, объединение у заводов уже не просто там фиктивное, вот, вполне себе конкретное, и будем помогать, реагировать, где-то подсказывать, потому что очень много людей, давай будем говорить, УАЗ машина зачастую уходит в сельские регионы, у нас есть огромное количество людей, которые живут в городах, или в маленьких, или в станицах, как у нас здесь на юге, и в полях, и поэтому юридически остальную грамотность, хоть интернет уже туда провели, но грамотность туда не проводили, и вот это вот, наверное... Здесь, на самом деле, да, действительно не хватает вот, как бы, такого... У меня есть одна из идей, вот, просто начать в кошмаре дилеров, вот, просто находить людей, то есть, потратить... Я сразу буду поддержать. Просто тратить, там, свое время отпуск на то, чтобы, там, вылететь куда-нибудь в Краснодар, взять незаметную обычную машину, то есть, не свою, естественно, потому что, ну, понятно, меня, там, плюс-минус дилеры знают. Если я на своем желтом куда-то поеду, меня отлично обслужат, скорее всего. Хотя, вот, буквально, вот, просто, там, когда я был в Москве, меня дилер, там, на тысячу рублей обманул. Он знал, кто я, он знал мою машину, он знал, что мы вообще в пробеге, на тысячу рублей обманули. Я был взмыли-взапарен, и вот только обнаружил уже по чеку. Вот, обидно. И, конечно, таких дилеров надо наказывать. То есть, как бы, тут двух мнений быть не может, вот, и я планирую сейчас, если, тем более, если я обновлюсь, вот, возьму новые, сейчас пока думаю, если возьму, то я точно, вот, подобную вещь буду делать. Буду, там, реально, находить людей, у которых проблемы. То есть, я, в принципе, и так всем, вот, кто мне пишет, достучивается до меня, стараюсь помочь, то есть, как-то, вот. А в целом, конечно, надо повышать грамотность ребят, надо создавать объединение. То есть, конечно, есть клубы по катанию, там, по интересам, вот. Вот, но, в целом, вот, если будет, там, хорошая такая методичка, вот, там, первый пункт, тебя послали, там, по гарантийному ремонту, не туда, куда тебе бы хотелось. Там, там, второй пункт. Если это произошло, скачай этот документ, распечатай. Третий пункт, иди на почту России. Да, четвертый пункт, отправь письмо. Вот, и вот, если будет, вот, подобная вещь, которая будет работать, нам всем станет легче. Потому что у вас завода, это такое затяжное состояние человека. То есть, вот, у меня второй у вас по счету будет третий. У многих моих друзей, тоже у вас завода, как ни странно, тоже первые, вторые, третьи, четвертые у ВАЗики. То есть, как бы, люди находят этот автомобиль, и если он, как бы, им нравится по сердцу, они на нем дальше продолжают ездить. Вот, поэтому, чем мы лучше сейчас, как бы, позанимаемся дилерской сетью, тем проще нам в будущем будет, как у вас заводом, ездить, радоваться жизни. Так вот, друзья, ну, подытожу, то есть, спасибо Виктору за то, что реально, вот, ты обозначил, я считаю, перечень работ, которые мы должны совместно сделать. И я здесь, как житель города Краснодара, Краснодарского края, и друзья мои, которые тоже имеют УАЗы, мы готовы, вот, целиком и полностью поддержать тебя. То есть, можешь рассчитывать на нас, на нашу помощь и участие, да, естественно. Вот. Значит, позитивный отзыв свой я уже частично в машине сказал, частично сказал здесь. Я, наверное, еще что-нибудь подумаю, напишу обязательно, потому что еще пока нет, пока такое, очень много эйфории, и пока нужно все это опустилось. Вот. Спасибо огромное тебе. До него, что ли. И, собственно говоря, до встречи. Очень жду, кстати, у нас на берегу Черного моря в Анапе. Приезжай. Все, спасибо. Всего доброго, пока. Так вот, друзья, ну, сегодня прошло интересное мероприятие. Вот. Я могу по результату мероприятия пока еще у меня отзывы такие еще не накипели, не усела, не села пена, но хотелось бы отметить, что машина в целом мне понравилась. То есть, понравилось, это правда. То есть, это не какая-то там наигранное, так сказать, наигранное мнение. То есть, мне понравилось. Очень рад тому, что мне удалось взять интервью у Вити. Виктор молодец. Виктор один из тех людей, которые делают очень правильную, очень интересную и нужную работу. Мы будем с ним контактировать здесь, на юге. Вот. Я теперь буду думать и готовиться к тому, чтобы, наверное, наверное, склониться к тому, чтобы обновить автомат. С автоматом это будет то, что мне сейчас нужно и необходимо. Хотя, мой УАЗ сейчас уже трудится и, с одной стороны, мне даже немножечко жалко. Что бы хотелось подытожить? Подытожить и, прежде всего, сказать. Самое важное, наша, как о чем сказал Виктор, наша жизненная позиция. Того, чтобы местные, местные, региональные дилеры выполняли свои обязательства в полном объеме и не крутили, извините за выражение, мягкими местами, когда возникают какие-то трудности. А они возникают не только у УАЗа. Давайте будем честными. У всех остальных автомобильных брендов. Вот. Поэтому буду на сим, наверное, откланиваться. И у вас есть дела, и у меня есть дела. Вот он, обновленный патриот, который, собственно говоря, был сегодня поводом приехать в Краснодар, в дилерский центр УАЗ. И следите за нами, следите за Кубанской обоанной ассоциацией, за Алексеем Белым. Всегда с вами. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok